Алло. Кира, привет. Привет. Всё нормально? Ну, я не нормально, боюсь, конечно. Привет. Пошёл, я в куринке. Остаюсь, буду искать. Ну, как вам надо? Ну, давай, три минуты осталось. Скорее. Ну, ты и куришь за минуту. Ну, давай. Неплохо, не пираж. Молодец. Пока-пока. Ну что? Ну да, получилось. Отлично. Ну, хорошо, всё. Наконец-то прямой эфир у нас начался. Прямой эфир называется «Слабо на карантине». Сегодня у меня в пристях, или я у него в пристях, уже непонятно как, злой гений Полиданса и прекрасный принц на своём рыжем коте, можно так сказать. Лёш, в обычной жизни мы с тобой дружим, мы друг друга любим. Давай договоримся в этот час шутить на все темы без ограничений и не обижаясь, а просто во все темы сразу внедряться. Окей. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что очень много приходило приглашений такого рода, как не могли бы вы ответить на вопросы или хотела бы с вами выйти в прямой эфир. И естественно, как и все на карантине, мне очень нечего делать, и я смотрю некоторые эфиры, и я понимаю, что не хочу. Ты меня спровоцировала, конечно, этой внезапностью. Ну, наверное, если бы не ваш постер и афиша дали бы ход назад, потому что, если честно, я очень переживаю. Ты переживаешь? Живаю. Правильно делаешь. Я скажу тебе, правильно делаешь. Итак, давай я озвучу наше правило. Мы друг другу задаем вопросы и действия. Да? Мы перемежевываем, чтобы было динамичнее, интереснее. Этого просто действия, этого просто действия. Леша, как тебе на стуле там? Мягко? На диване отлично вообще. На рыжих волосах? На... на... Нет там рыжих волос. Есть. До тебя там сидела Инна Демчучина, начесывала свои волосы, поэтому их там полно-полно. Ну, у меня... У меня кот рыжий, поэтому там вообще замечательно было. Ну что, начинаем. Давай, первый вопрос от меня для разминки, и потом я твой послушаю. Хорошо? Слушай внимательно, вслушивайся вопрос. Леша, в древней спарте худых, слабых, маленьких мальчиков сбрасывали со скалы. Что ты мысленно делаешь у себя в голове, когда ты видишь красивых девочек на конкурсах? Ну, у нас-то не спарта. Это во-первых, конечно же. Не знаю. Хотя, вопрос твой загоняет в угол, потому что у нас на конкурсе нет некрасивых девочек. Таких девочек не видел и не вижу. Хорошо, принято. Твой вопрос. А ты готова к моему вопросу? Конечно. Он будет особенный, потому что это будет самый настоящий блиц. Ну вот смотри, тем более мы зашли через мою страницу, и нас смотрят как твои подписчики, так и мои. И, возможно, я смотрю, что девчонки сейчас и присоединились. Может, вдруг они тебя не знают. Это будет повод познакомиться. Я хочу тебе такой экспресс-метод знакомства устроить. Ты готова? Конечно. Окей. Но смотри, это будет краткая информация обо всем и о тебе в том числе. И у тебя есть аж целых две секунды на каждый ответ. Ага. Готовы? Итак, сейчас звучит саундтрек из «Кто хочет стать миллионером». Три, два, один. Поехали. Итак, твоя полная фамилия, имя, отчество. Быстрее. Стаж в восточном танце? Очень много. Количество областей в Украине? 24. Твой размер бюстгальтера? D. Асценического? C. Чтоб вываливалось понемножку. Имя Достоевского? Федор. Имя бабушки твоего мужа? Не знаю. Как вычислить площадь квадрата? Брать и вычислять. Группа крови твоей дочери? Что-то смешанное между моей и мужем. Первый президент Украины? Кучма. Кравчук. Назови три народных танца Египта. Саидю, Баля, Дюфеляхи. Принято. 2 плюс 2 умножить на 2? 2 плюс 2 умножить на 2 – это тупик. Для меня тупик. У Майкла Джексона есть дети? Думаю, да. Как жена Тараса Загоруйка ты должна знать? Объясни своими словами, что такое Ctrl V, Ctrl C? Передвижение пальцев по клавиатуре. Кто на новой тысячегривенной купюре? Дядя. Молодец. Боюсь предположить, что на следующий вопрос будет такой же ответ, а на пятигривенный? Тетя. Ну, изначально все ответы твои, конечно же, верны. Столица Австрии? Маленькая Австрия. Ты счастлива? Конечно. Мыть руки или нет? Мыть. Прочитай твое имя наоборот. Ари. Привет, Ари. И не ари на меня. Ну, ты почти верно ответила на все мои вопросы. Кроме какого? Кроме со второго по девятнадцатый. Мысли у дураков сходятся. У меня тоже есть тебе блиц-вопрос, состоящий так же, как ты говорил. Вот две секунды на ответ, только надо говорить «да» или «нет». Только «да» и только «нет». Готов. Если ты в течение двух секунд не говоришь ничего, я считаю это как «да». Готов? Хорошо. Полторы минуты пошло. У мужчин бывает целлюлит? Нет. Комплексовался своей внешности? Да. Боялся услышать фразу «я беременна»? Нет. Использовал ванную душ как микрофон? Да. Делал интимную стрижку? Нет. Тебя бесило, когда плакала девушка? Да. Бил своих студентов? Да. Втягивал живот на фото? Втягивал. Я и сейчас втягиваю. Ну, понятно, конечно, после карантина все втягивают. Ходил по маленькому в бассейн? Нет. Завидовал коллегам? Да. Писал бывшим на веселе? Да. Передаривал подарки? Да. Использовал стоп-слово? Нет. Это мы про 50 оттенков серого? Да или нет? Тебе говорили, что ты зазвездился? Да. Нюхал свои подмышки перед выходом? Нет. Снимаешь какую-то фасцию своей биографии? Да. Купался в море голышом? Да. Плакал в подушку? Да. У тебя была безответная любовь? Да. Любуешься собой в зеркало? Да, конечно, да. Тебе нравится борщ? Да. А я? Да. А они? Да. Но борщ больше. Ты рассматривал комочек из пупка? Что? Ты рассматривал комочек из пупка? Нет. Ну, я не знаю, что такое комочек из пупка, но я не рассматривал. Ты правдиво отвечал на эти вопросы? Да. Да? Да. Ну, мы, наверное, посмотрим, на какой вопрос все-таки девочки хотят больше разъяснений, да, в течение эфира. Вот вы слышали только что. И можем твой вопрос любой из этих расширить до беспредела. Так, ты делал все-таки интимную стрижку? Нет. Нет? А хотел бы? Ну, это как, это когда в салоне красиво приходишь, и там тебе чего-то делают? Нет, не делал. Да, ну, это стеснительно как. Отставший от жизни ты отставший. Ну, возможно. Хорошо. Ну что, Леша, давай что-то поделаем уже. Ты готов? Расскажи мне, что такое комочек из пупка? Комочек из пупка, когда ты надеваешь черную вещь на себя, ты долго танцуешь на мастер-классе, потеешь, и туда сбивается вся твоя вот эта вот, да, энергетика, так сказать. И ты снимаешь, моешься, все вроде помыл, достаешь, и оно вот там. И ты можешь его как рассматривать, так и не рассматривать. Так ты это рассматривал? Знаешь, есть такой смайлик в инстаграм такой? Мальчик и девочка. Да или нет? Нет. На мастер-классе я не приходил в черную, у меня только такой ответ. Наверное, это какая-то анатомическая особенность моего пупка, там ничего не скапливается. У тебя он гладкий? Ну да. Ну то есть вообще тебя вот так и отрубали, вот так вот от мамы или как? Нет, ну он не стерся, все хорошо, он есть, но как-то так анатомически он устроен, что там никогда ничего не скапливалось. Какой лизунчик. По жизни просто. Ну, Леш, ну ты засиделся, давай действие. Возьми для начала лед, кусочки льда. С тобой освежиться уже прям надо сейчас. Бери отламывая, бери себе в две руки. Его надо вытянуть, да? Да. Теперь ты себя красиво внутри там под кофточкой натри и при этом педагогично объясни свои действия. Как педагог, что ты делаешь, зачем это делать, и это должна исходить польза от твоего действия. А, это неприятно и холодно. Педагогически. Это так не надо делать или надо? Ты, гадина, за это ответишь по-педагогически. Я знаю, что конкурс не скоро, поэтому я такая смелая. Я тебя не скоро увижу. Уважаемые студенты, сейчас я охлаждаю свою передний пучок плеча и свою ключичную кость. Дальше я перехожу на грудную мышцу. У меня в том место, где собираются у людей комочки, течет вода. Это жутко неприятно. У меня мокрое белье, поэтому на этом наше занятие с вами закончено. И если я был недостаточно педагогичен, то всем молчать, сидеть и делать. АПЛОДИСМЕНТЫ О, это было круто. Горячо или холодно, не знаю как сказать. Это было мокро. Это было... Я очень люблю контрастный душ, поэтому оно было не холодно, но оно все течет вот-вот ужасно. Девочки заценили мокрую футболку на Алексее Ребошамке. Камон! Всего лишь вода. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично, ну что? Ну, я не готов к таким экстравагантным идеям, но ты знаешь, что был праздник, Пасха. Да. И, естественно, мы с тобой красили яйца, правильно? Конечно. Покажи мне свое крашеное яйцо. У меня осталось одно всего лишь, уже все слопали. Так как я творческий человек, то у меня они вот такие, я не особо заморачивалась. Они заморачивались. Они очень красивые, пасхальные. У меня тоже яйцо. Смотри, у меня в этом году вот такие розовенькие. Давай для начала его почистим. Дальше немножко яйцо отодвинь от камеры, потому что ты все яйцом своим закрыл. Я уже разбил и чищу. Давай чистить. Просто чистить? Да, просто очисти яйцо. Я тебе историю расскажу. Есть очень много праздников. Например, Рождество, Новый год. У нас есть какие-то традиции. Коляпки, не знаю, там, щедрый, 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 вочка мы спеваем. А на Пасху почему-то вот каких-то песен нет. Ты знаешь какую-нибудь песню пасхальную? Пасхальную песню? Да. Пасха, Пасха наступила. Пасха, Пасха к нам пришла. Ну вот я думал-думал и знаю, что пасхальных песен у нас нет. Ну давай будем использовать твою любимую. Какая у тебя любимая там хитяра? Я знаю, что ты любишь Аллу Кудлай и Иво Бобула, но может что-то более знакомое публике? Ну и желательно, чтобы я знал, а то вдруг ты ответку захочешь. Ну я возьму любимую песню своей дочки. Зацепила меня, ослепила меня. Подходит? Хорошо, отлично. Теперь вспомни эту, пожалуйста, песню. Засунув яйцо в рот. Все? Да. Все-все? Да. Кусать можно? Жевать его можно? Нет. А если я умру, задохнусь? Нормально? Ну что же, это будет самый крутой эфир. Леш, мне так не интересно. У меня есть право, а тебе слабо. Давай вместе. Конечно, я уже смотри, почистил яйцо. Ах, молодец. Подлюка просто. Ну ладно. Я тебе могу все показать, у меня все в этом году такие пасхальные. Поэтому... Ура, они переболели коронавирусом раньше, чем все остальные, или что? Что это было? Что за яйца? У меня красивые перепелиные яички, я тебе потом покажу. Ну что, я готов уже петь. Зацепила меня. Теперь петь. Давай попало. Это, блин, невозможно просто. Еще раз, что ли, на бис, или все? У меня не получается это громко сделать. Зачитано. Зацепила меня. Привет. Громкие аплодисменты идут в прямом эфире. И подписчики кричат, что это подстава. Ну, такая наша коварная программа, и такой наш отличный эфир. Хорошо. Леш, имея возможность безнаказанно сделать преступление, что бы ты сделал? Ну, кроме того, что я уже знаю о тебе. Мы рассматриваем весь уголовный кодекс. Да, совершенно без ограничений. Ты посмотри, у меня столько желаний сразу возникло. У меня столько желаний сразу возникло, что у меня аж кашель. Ну, а я бы прежде всего, что сделал, это нарушил бы государственную границу. Куда бы ты сбежал? С контрабандой в сторону Будапешта. Ну, а контрабанда приносит хороший доход. Контрабанда чего? Скорее всего, табачная продукция, украинское сало, борщ домашнего приготовления. Ой, да в Венгрии свое убого чайное сало полным-полно. Куда ты там со своим салом? Ну, знаешь, мое сало – это мое сало. Ну, свое, конечно, ближе. Ну, я тебе знаю один секретный факт. На одном не буду говорить, в каком конкурсе. По-моему, ты сделал преступление, за которое не понес наказание. И это преступление там плавало в Днепре, помнишь? Оно там плавало. И все его видели. Это был ты? Нет, конечно, но... Я не хочу говорить, о чем в фестивале это преступление было. Ну, я не знаю, на чем. В общем, безымянным совершенно. Ну, так это не был ты. Преступление я не совершал. Ну, если не считать несвоевременной уплаты налогов. Знаешь, правильно я понимаю, твое преступление самое страшное в твоей голове – это просто перейти границу в Бенгрии. Да, бросить танцы, заняться контрабандой. Принято. Теперь я. Вопрос или действие, и ты выбираешь что? Вопрос. Вопрос. Отлично. Мой вопрос, как всегда, он очень завязан будет с действием. Итак, первое – это... Во-первых, перечисли всех людей Судейского совета Федерации Восточного танца Украины. Судейского? У меня штыри в телефоне. Как я это возьму и перечислю? Хорошо, я тебе их напомню. Это Димчучинаина. Димчучина, Башенкова, Янюк, Перекла, Крупа. Судейского, блин. Судейского. Судейского. Дударская, Лазинская. Вот, блин, я сейчас кого-то забуду, Леша, а потом на меня обидятся девочки. Ты понимаешь? Загоруйка. Загоруйка. Загоруйка и ее друзья. Вот так я бы сказала. Рябошапка. Нет, Рамазанова здесь нету, к сожалению. Ну, Бицкевич. Бицкевич должна быть просто номер ван, конечно. Да, никого ты не обидела, не переживай. Если бы ты кого-то забыла, ты бы никого не обидела. А вот сейчас ты обидишь некоторых из них. Готов? Представляешь себе ситуацию. Ты отправляешься на необитаемый остров. И выжить должны только три человека из этого совета. Выбери, кого ты оставишь с собой в лодке. Я умею плавать, я умею петь, я умею добывать себе пищу. Зачем мне кто-то? Не, а это ты сейчас уже выкручиваешься. Три фамилии? А что такое необитаемый остров? А зачем я должна там быть? Для того, чтобы создать правительство местное. Ну, я, пожалуй, в этом вопросе ударюсь в такую старческую деменцию, слабоумие, понимаешь? И по обходу забуду всех. Потому что лучше обидеть сразу всех, чем кого-то отдельно. Вот так. Хорошо, выкрутилась, принято. Хорошо, а теперь давай действия. Готов? Леш, а ты можешь так сделать, чтобы отойти немножко? Мы тебя видели, вот торс, голову чуть-чуть. Я так хорошо? Да, танцевать, конечно. Что еще ты можешь делать, кроме как не танцевать? Ни чештаж больше не умеешь. Да ладно, я как-то заниматься. Ира, так получается, что я такой, зараза, длинный, что либо голова, либо ноги. Что для тебя важнее? Голова и чуть-чуть ног. Ну, главное, таз. Таз и голова. То есть, все-таки ты решила, чтобы я занимался контрабандой, а не танцами, потому что ты хочешь, чтобы башка осталась, а ног не было. Ну, ладно. Станцуй, пожалуйста, пару восьмерок, как бы танцевал маньяк-балиданцев. Манья. Есть. А теперь, Леша, мыльно-пузырист-балиданцев. Это человек, который пускает пузыри на праздниках мыльные. Знаешь, сейчас популярно очень. Мыльно-пузырист-балиданцев. Да, который? Да, большие шары, маленькие разные. Так, на сцену. И самый последний коронный твой выход, как фишка в гала-шоу в конце. Это маньяк, мыльно-пузырист-балиданцев. Молодец. Как всегда аплодисменты всем у зала. Спасибо за аплодисменты. Теперь тебе надо вернуть на место. Я фиговый блогер, у меня ни штатива, ничего не имеется, поэтому... Самое главное, верни теперь свое лицо перед всеми, после этого. Я уже в эфире. Хорошо. Можно тебе что-то спросить? Да, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, а ты выходил на сцену под градусом? Да. Серьезный вопрос? Да, я выходил, чего вам не советую, потому что это такая фигня ложная. Смотри, ты реально находишься в состоянии, когда не можешь адекватно оценить то, что ты делаешь, свои действия. Точно так же, как вождение. Тебе кажется, что ты офигенно танцуешь. Тебе кажется, ну вот это ты дала. На самом деле это не происходит. Это только у тебя внутренние ощущения какие-то на уровне химии. А на самом деле даешь, что ты фигово. И хорошо это, когда в гала-шоу, когда ты можешь потом анализировать видео и видеть, что происходит. На самом деле алкоголь фигово очень стимулятор. Не советовал. Леша, ну на вору и шапка горит. Я тебя спросила под градусом, почему сразу алкоголь. Под каким градусом ты уходишь? Ну под 90 жди, все. Ой, Господи, начинаются провокационные вопросы. Ну вот... Ну а че? Именно ради этого. Знаешь, кто под 90 выходит, а кто под 40? Ну я под 95. Вот так, мне так удобнее выходить, чтобы подбородки все было видно, грудь и дна. Это, наверное, 95, да, когда назад чуть-чуть. Нет, я выхожу под углом рождественской карамельки. Знаешь, как это? Вот так. Выходит мой нос, потом выхожу я, голова, а уже потом выхожу я. Хорошо, принято. Алкоголь мы не пьем, это естественно. Вопрос или действие? Действие. Действие. Хорошо. Поехали. У тебя под рукой ручка и листочек какой-то. Я тебя просил, да? Да, да, да. Сейчас смотри. Сейчас тебе нужно записать некоторые слова. Готово? Готово. Огурец. Слово электролит. Трещина. 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 Это когда что-то треснуло посередине. Насморк. А что? Насморк. 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 И море. Записал. Всего пять слов. Давай, я перечислю все слова, которые ты записала, чтобы ты все правильно понял. Дорогие детишки, сегодня я продиктую вам пять слов. Запишите их внимательно. Первое слово. Огурец. Второе слово. Электролит. Третье слово. Трещина. Пятое слово. Четвертое слово. Насморк. И пятое слово. Море. Есть? Да. А теперь, пожалуйста, быстренько прорекламируй мне свой фестиваль Заира, используя этих пять слов. Я тебе говорила про старческую деменцию уже, рассказывала это понятие. Оркализации. Я не приму ни в каком варианте ответ, если... Деградант на карантине. На карантине мы развивант. Кто развивант, а кто деградант, извиняйте. Я надеюсь, что твои отвлеченные фразы, это всего лишь время подумать по поводу, как лучше прорекламировать свой фестиваль Заира. Электролит – это что? Электролит. Понимай слово, как хочешь, и используй его в рекламе. Берете огурец, одеваете электролит, просовываетесь в трещину, любопытно рассматриваете. И что там? Насморк есть? Сиди дома. Нет насморка. Море? А нафига море. Давайте лучше на Заиру. Вот. А ты не хотела. Видишь, как получилось. Хорошо, Алексей. Я в этом случае говорю тебе, а тебе слабо? И тебе, конечно же, не слабо. Ну, давай, просто прорекламируй курсы преподавателей по этим словам. Итак, поехали. Курсы, которые будут в сентябре, важные. И все должны прийти. Прорекламируй, пожалуйста. Если вы застояли и закислись, как электролит. Если ваше творчество дает вам трещину. Если вы лежите, как тюлень, среди своего коллектива, как завявший огурец. Если вас мучает насморк, и вы всего лишь мечтаете о море. Тогда вам нужен волшебный пендель от Федерации Восточного Танца Украины. Который состоится в сентябре 2020. Господи, какой сейчас год? 2020. Ждем вас. Серьезная импровизация? Не, ну, если честно, то я забыл, что ты можешь меня спросить на слабо. Не, ну ты отлично спряталась. Я теперь еще больше пала в комплексы, что я не могу связывать слова в предложение. Ну и фикс. Хорошо, я теперь должна отомстить тебе, потому что ты меня подловил. Давай действия, я не спрашиваю тебя, просто давай действия. Давай, давай. Так, 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 это просто. Боже, я написала столько, а теперь я хочу что-то пожестче. После этого позора, понимаешь, в студии. Так сказать. Возьми какой-нибудь фрукт, который там у тебя есть. Я тебе говорила, что ты любишь. Да, ты написала желательно банан, Ира, но у меня кроме капусты и яблок дома ничего нет. Ну, значит, будешь париться с яблоком, тебе же хуже. Разрежь его вот так вот аккуратненько, положи, камеру опусти, чтобы мы видели тарелочку. Бери тарелку, бери вилку, нож. Разрезай его. Хорошо. Я тебе не написала специи к этому яблоку, потому что ты бы меня сразу убил. А в прямом эфире ты меня не достанешь. Леш, я знаю, что ты огромный любитель котов. Просто твои коты едят корм, который многие люди бы с удовольствием бы съели, потому что он стоит безусловное количество денег. Возьми, пожалуйста, пару зернышек от кота своего, выпроси у него. И присыпь, это очаровательное яблоко, присыпкой, специями и с кормом из кота. Ну, а мне нужно уйти к кормушке. Вы пока любуйтесь яблоком. Любуемся яблоком. Но я заранее ему не говорила, заказала только яблоко. Вы меня понимаете, почему. Потому что если бы сказала Леша, что ты будешь есть корм для кота, то он бы меня сразу пристрелил. И он мне предлагал сегодня, кстати, застрелиться или повесить. Ты готов? На самом деле, на самом деле, все отлично, все замечательно. Там пишут, что это жестко. Вообще не жестко, потому что с котами мы делимся всем. И прежде чем что-то ест мой кот, я почему убрал... Я это пробую. И я почему убрал миску, я боюсь, что сейчас проснутся монстры, и тогда у вас не будет шанса. Звездой эфира будут они. Хорошо, теперь нафиг выбрать то яблоко, оно нам, в принципе, не нужно. Потому что весь прикол был, конечно же, в форме. Выброси его. Потом закусишь, когда уже надо будет. Да нет. Нет? Ты хочешь с яблочком? Конечно. Ну, выкладывай туда красивое. Я знаю, что ты очень любишь украшать блюда. И делаешь... Этихо, прежде всего. Цеврально. Какие зернышки аппетитные. У тебя к северу потом, конечно, не поймет, что ты его... Север уже в онлайне. И теперь съешь свое блюдо, как вот такой, знаешь, интеллигент, дворянин, с вилкой и ножичком, съешь, откуси, продегустируй, как самый интеллигентный князь из всех князей. Ой, ел я с этими князьями, князьями. Едят они не так, но мы будем есть с аппетитом. Не, не надо с этими князьями, там надо интеллигентно. Ну, я ел я, благосленно, интеллигентно. Ну, вот так перевелись дворяне. Все их выстрелили еще, когда Ленин пришел к власти. Вот что теперь интеллигенты, как они едят? Он не понимает, почему так происходит. Леш, ну дворянина как-то не получилось, а теперь давай тогда сразу опускайся по этой лестнице деградации и скушай это яблоко, как неодерталец-китаец. Неодерталец-китаец. Блин. Неодерталец-китаец. Я же не могу просто так китайцам обижать. Я прикрылась словом неодерталец. Ну ладно. Инга зинга рунге, инга зинга. Куан цалайце, куан цалайце. Куан куан цей. Слушай, он вкусный. Я по словам слышала, это не вы, конечно, рассказывали, другие совершенно люди, что они просто едят как... Вот так вот. И потом громко отрыгивают. Нет, я ел красиво палочками. Ну ты портишь мне задание. И не интеллигент, и не неодерталец. Давай с наново. Начни есть красиво, а закончи ужасно просто. Как тварь, Леша, просто. Даричи ангажировал одну монпансье на мазурку. Граф Стоцкий съездил мне по мордам, якобы в целях ревности. Реинкарнация души, и ты вошел в дух просто животного. Подошло? Принято? Принято, крутяк, крутяк. Я не ошиблась, что ты это можешь. Ну все, можешь... Ничего жесткого не было. Единственное, что очень обиделись мои коты, и это мне дорого обойдется. Ну я знаю, что ты их очень любишь. Ну что, готова повторить то, о чем ты меня просила? Блин, а котов у меня нет, у кого я объедать буду. Тебе слабо. Мне главное видеть аристократа и видеть неодертальца, как ты сказала. Да, неодертальца, как я сказала. Можно я буду без ножа и вилки? Ну давай, если графиня-то... Чего? Графиня словила яблочко. По-моему, Эра, это реклама стоматологической клиники. Великолепный, изысканный вкус. Да. Стоматологическая клиника Смайл. Смайл. И я... Смайл. Сильно много. Очень красиво. Я знала, что тебе понравится. Ира, сейчас возьми ручку и листочек в... Он тебе понадобится. Запиши, пожалуйста, текст. Ты когда-нибудь работала в телефонной службе? Нет, но я училась в институте. Записывай текст. Ты можешь его произнести произвольно, но главное, ты должна поздороваться, сказать здравствуйте. Меня зовут, да, меня зовут Люси. Я представляю интересы похоронного агентства «Последний путь». Мы заинтересованы в ваших услугах. Не хотели бы вы сотрудничать? Ты у меня уже хоронить собрался или что? Нет, ну что ты. Я просто буду использовать твой голос в корыстных целях. А, ну это пожалуйста. Поделись об этом. Да. Теперь записывай номер телефона, по которому ты будешь разговаривать. Абонент с кем-то разговаривает. Ждем. Человек занятой. Абонент разговаривает. Кто это? Кто это? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый-добрый вечерочек. Меня зовут Люси. Я представитель похоронного агентства. Не хотели бы вы посотрудничать со мной? Да, да. А что, можно? Конечно, можно. А что вас интересует? Открывая, что вам надо. Что меня заинтересует. Что вы мне предложите? Я похоронное агентство. Есть ли у вас предложение кого-то похоронить? Нет. Пока нет. Пока нет? И не надо. И не надо, совершенно не надо. Но я только думаю Алексея похоронить после этого звонка. Потому что Алексей Рябошенко попросил меня это сделать. Как вас зовут и кто вы? А, как меня зовут и кто я? Я не знаю. Набрала телефон по просьбе Алексея. Ага. Я... Блин, я даже не знаю, как ответить. Ну, просто имя и фамилия. А, Горобевская Оксана Анатольевна. Горобевская Оксана Анатольевна? Да. Очень приятно познакомиться. Никогда раньше не слышала о такой. Алексей, спасибо тебе, что познакомил. Да, я слышала о такой, что Ирина Погородица. Да, вы что? Серьезно? Я очень рада познакомиться. Передавайте черновцам огромный привет. Спасибо. Не болеете. Я не узнала по голосу вообще. Ну, я думаю, что ты пригласишь ее на работу в качестве ведущей. И она еще очень прекрасный вокал имеет. Она, возможно, могла сопровождать какие-то праздники увеселительные, всевозможные мероприятия. Но, к сожалению, видишь, никто не хочет с тобой сотрудничать. Не, ну, Леша, это жестоко. Позвонить черновцы и спросить похоронного агентства, вы не нуждаетесь с ним? Ты же понимаешь, что самый карантинный город на свете сейчас? Наоборот. Вот. Этот человек мог отлично его скрасить. Ну, я думаю, теперь уже что-то знаю, кто это. Песнями и танками. Ты знаешь, мне заекало прям сердце. Это было прям так неожиданно. Давай я буду на тебя немножко вымещать свою теперь агрессию. Давай. Девен, возьми скотч, пожалуйста, и ножнички. Скотч и ножницы. Я надеюсь, это последнее действие, поэтому оно будет фееричное. Есть скотч и ножницы. Есть последнее действие. У нас еще с тобой 12 минут. Знаешь, что я могу за 12 минут с тобой сделать? Не представляю. Не представляю. Отрывай полосочку такую длинную. Сначала мы попробуем с тобой провести депуляцию на руке, чтобы ты, когда вышел с карантина, был готов к галло-шоу. Да, это банально, но мы хотим на это посмотреть. Видишь, я очень... Я даже скотч взял узенький. Есть. Хорошо. Прихлопывай. Прихлопнул. Ты как кол собрался делать. Ну я же сын медика. Давай, на счет раз, два, три и... Раз, два, рви! 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 Что, не пристало ничего? До этого же пронеперироваться. Давай еще раз. Вообще ничего не пристало? Какой-то скотч просроченный. Не запасни, не запасни. Давай, раз, два, рви! Ничего? Нет, теперь твой скотч похож, как вот это в советском союзе для мух болталось, которые вот сверху, да, вешали там. Давай на ноге. Я рву неправильно, что нужно прорвать снизу. А, ну вот, давай снизу, давай на ноге. Давай снизу, так снизу. Леш, на ногу. Ну внизу ногу. Я не считаю, что это очень привлекательная часть моего тела, которую стоило показать в прямом эфире, но да ладно. Раз уж мы приглашали самую популярную ведущую посотрудничать с похоронным агентством, то можно и сорвать и волосы. Готовы? Давай, раз, два, рви! Ну покажи, есть там что-то, хоть что-то? Ну что-то есть, но это как история про пупочек, показывать я вам его не буду. А ты рассчитывала на слезы, да, на кровавые слезы, на мои страдания, да? Конечно, люблю. И не только я, поверь. Мы все любим над тобой издеваться, потому что это можно сделать только вот так издалека, потому что близко возле тебя очень страшно. Да, требует зрелищ. Так, а зачем я брал пасту? Ты брал пасту. Ну как раз восемь минут, я думаю, чтобы раздражения долго не было до конца эфира, то ты нормально уже можешь это сделать. Ты кричишь слово УФОТ, везде ты только можешь. Да. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому пиши, нанеси логотип, слово УФОТ, на лицо, где угодно. Я предлагала тебе это сделать карандашом или маркером, но ты сам себя поставил в условия зубной пасты. Это сложнее. Напиши на себя на лице УФОТ. Ну, а я бы написал чем угодно, конечно, но маркера у меня дома нет. Можно я к вам приближусь? А это должно быть понятно для меня или понятно для вас? Ну, если сможешь, сделай понятно для людей. Ну, сейчас я пока разберусь. Отлично. А теперь вот так вот скажи. Я лучший. А теперь, а вам слабо вот так же? Нет. Знаешь, я напишу это просто быстро. Я не умею так вот соображать наоборот. Я напишу, как я вижу. Хорошо? Блин, ну я взяла не смывающийся маркер, Лёш. Он меня ничему жизнь не учит. Я ходила со стрелками, а ты не потом три дня. Привет, А? А две наши танцующие девочки? Две наши танцующие девочки? Это будет как Гавайи. Хорошо, отлично. А теперь в таком виде скажи мне, пожалуйста, я лучший. Я лучший. Скажи, как пьяный. Я лучшая. Скажи, как бабка на лавке. Я лучшая. Скажи, как гопник. Шо ты мочишь? Не мочи, я тупо лучший. Шо такое? Лёш, как прекрасная фея. Я лучшая. И последняя для всех девочек, которые смотрят этот эфир, как Дан Жуан Соблазнитель. Кружка. Я просто лучший. О, вот это подействовало. Скажите, девчонки, вот это был случай. Что-то у меня получилось вроде рекламы «Золотый век». Ну а сейчас, в самом конце, просто давай пожелаем, чтобы этот карантин, для дурации, скоро закончился, чтобы люди были позитивные, не грустили, приходили к нам на утро суток, дурачились с нами вечером. Что хотели, то и делали, только не грустите, не депрессируйте. Дёш, от тебя пожелания людям? Вы знаете, экстраверты, все мои друзья, жалуются. Если честно, мне не так сложно переживать эти все действия. Но и первым, и вторым я желаю, прежде всего, бодрости духа, крепкого здоровья. Не теряйте время, не теряйте время даром, потому что такой классный перерыв для творчества, он просто как удобрение для растения. Поэтому я уверен, что вы создадите море нового, интересного, позитивного, крутого. И я надеюсь, что вам это будет все только в радость.